Сегодня в поле зрения спасателей и соцработников дома с низкой пожарной устойчивостью. Это частные и многоквартирные деревянные строения Нефтьюганска. Специалистами бюджетного учреждения Нефтьюганский комплексный центр социального обслуживания ежегодно проводится такой обход граждан, живущих в домах с низкой пожарной устойчивостью, на предмет выявления неисправности электрооборудования, печного отопления с целью предотвращения несчастных случаев. Проведение профилактических бесед, проверка исправности проводки и наличие первичных средств пожаротушения – это главные задачи таких профилактических рейдов. А с электропроводкой у вас? Ну как, все нормально. Все нормально? А печное отопление имеете? Нет. А газовое? Газовое тоже нет. Газовое нет, да? Вы, получается, на электричестве? Элементарные правила пожарной безопасности знает и Анатолий Сидоров. Уже 50 лет мужчина вместе со своей семьей живет в доме, где соблюдение правил пожарной безопасности в приоритете. А на придомовом участке есть бочки и ведра с водой. Балки-то старенькие, мало ли чего может быть. На всякий случай вода всегда у нас есть. Ну и тем более вода нам что, вот поливать надо, вот это все хозяйство поливаешь вода. Ну, по-любому вода нужна. Хочешь, не хочешь. Даже если не хотел бы с пожарной безопасностью бороться с этим. Но воду надо набирать. Не перегружать электросеть, не курить в подъездах, а также не оставлять детей без присмотра. Порядка 10 деревянных домов обошлись за сегодня спасатели. Особенно радует то, что граждане знают, это получается телефон пожарной охраны. Также имеются у многих, что касается частных жилых домов, имеются у многих бочки с водой, огнетушители также имеются. Чтобы не допустить возгораний и несчастных случаев, спасатели призывают нефтьюганцев соблюдать требования пожарной безопасности. А в случае экстренной ситуации звонить по телефону 112 или 01. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадио, компания «Юганск». Продолжение следует... Продолжение следует...